Расслоение по доходам У богатого человека есть возможность спастись через то, что ему дано от Господа Об этом есть притча Господня о неверном управителе Когда человек раздает Божие и за счет этого устраивает себе селение на день, который настанет после смерти Имеется в виду райские селения, которые по молитвам тех, кому он помог, ему будут открыты И говоря об этой притче, Христос сказал, что кто доверит вам ваше, если вы в чужом не были верны То есть удивительно, ваше — это ваше богатство, которое будет в Царстве Небесном А чужое — это то богатство, которое здесь И верность в том богатстве, которое дано человеку в этой жизни, она оказывается в том, что ты занимаешься милосердием Что ты помогаешь другим Очень интересно об этом говорят святые отцы Иоанн Златоуст говорит о том, что, толкуя слова Священного Писания о том, что Милующий нищего дает взаимы Богу Он говорит, что здесь ты можешь все потерять Но если ты отдал нищему, ты дал это самому Христу Это в толковании на притчу о страшном суде, разумеется, говорится И поэтому этого уже никто у тебя отнять не может Что бы ты ни потерял, это всегда будет в руках и в памяти Господней А преподобный Исаак Сирин еще удивительно Он говорит, что мое по-настоящему — это только то, что я отдал Потому что то, что у меня здесь, мое по всем документам и законам, оно временно А то, что я отдал, оно мое навсегда Не просто навсегда, а навечность Вот так по-другому мысль Иоанна Златоуста употребляет И поэтому человек богатый, от слова Бога, кстати В этом декларируется память о том, что все, что есть в руках у состоятельного человека Принадлежит Богу на самом деле Есть возможность помочь и спасти свою душу Это дополнительная возможность, которой нет у бедного У бедного другая возможность, у него возможность терпеть Терпеть и молиться Вот каждому Господь промышляет свое Для того, чтобы мы были нужны друг другу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!